дмитрий у нас пилот дрона значит участник различных соревнований и наши гости традиционно дарят нам подарки в музей капитал шоу канал 16 музей соседского вай-фая потом рассказывать чем ты к нам пришел но я уверен что это будет что-то связано с дроном конечно что может пилот до предложить это папе я мы называем боевой даже с вылетов он ведь даже немножко коснутый возможность чемпионата мира не самая нужная вещь уже почему она даже ищет да можно на нем считать что много корейцев да и можно здесь как звездочку насколько это расходный материал стопроцентный расходник то есть просто вот ну на тренировке от одной до десяти пачек может идти ночь пачка это 4 штуки 4 мотора 40 пропеллеров за разу просто внутреннего если целый день ты летаешь до с утра приехал где там стопаков надо слетать просто бывает одно падение все четыре они ну там есть он загнулся допустим у потом выпрямлю куда поехал опять нас за своими дронами и добавим не экономит это очень актуально друзья но про квадрокоптеры мы поговорим попозже теперь саша пошли а их каким будет бюджет двадцатого года в сарове прошли обсуждение благоустройства заливного луга обсуждаем самые интересные события прошедшей неделе это соседский вайфай подключаемся с вами александр самофал и пиатр смирнов нашу привет слушай сразу к главной теме вот то что прям вот горячая правда новость это представили концепцию благоустройства заливного луга заливного луга ты знаешь ты знаешь ну то есть вообще там был не это даже не представляет а пока ну не может быть видел но не знал может сейчас это объясню у нас есть памятник природы регионального значения все областной памяти природы под названием заливной луг находится он между проспектом октябрьским значит вот новым мостом и проспектом мира со стороны монастыря вот это вот все вот это вот болото будет болото да значит я принято решение где-то наверху в эту территорию благоустроить память с монастырем вроде все в порядке развивается но тут под боком такая понимаешь неприглядная история там и бурелом лесоповал и болото я заросло и до пройти там не пройти не проект вроде как хотят благоустроить и представили две концепции почему-то концепции это не проект не решение уже готовые просто концепции то что в принципе хотим но переговорили между собой да и да что вот предлагается первый вариант закатать все в газон хотел сказать в асфальт но нет на самом деле поднять планировку то есть вывести на незатопляемые отметки ликвидировать болото ликвидируется башню убрать все старые больные погибшие деревья полосе почистить территорию застелить красивый газон но при этом оставить старые пешеходные связи то есть те дорожки которые там сейчас существуют и вот будет огромная поляна дело чего хочешь назвать то есть она будет свободна для посещения или что-то потом под нее в принципе там можно делать все что угодно просто оставляют действующие дорожные пешеходные связи и дальше две благоустраивают как хочешь условно говоря просто вот планируют территорию делают газон второй вариант более кардинальный я дошка не более совершенно рыть дальше радикальный я бы сказал копать двое копать копать реально копать сделать делать два острова вот делать пять пешеходных мостов в том числе 6 получается остается висячий мост то есть это для свадебной индустрии да когда у него по сути видовые места по вину поверье да что нужно там сколько 7 мостов по моему посетить адреса количество замка резко увеличится сократить давайте вот здесь вот 7 мостов у нас и давать а суши да приехал удобно приехал в одно место к висячке да пошел по семи мостам вот его прошел счастливый брак может быть в эту сторону не деть то есть как я понимает разные хотят островки сделал соединенные моста давай нашим зрителям покажем вот прогрессивный что ли взгляд на заливной лук саша поставь нам сюда вот тут конечно получается что если острова то в четыре раза меньше поверхности до земли да но при этом большой достаточно пруд а их можно будет покупать но кто-то же хочет купить остров нет этого городская территория причем кстати один из основных ну требований или пожеланий звучало о том чтобы оставить это общедоступная светская городская территория то есть это не должно ни церкви принадлежать не должно быть закрыто все должно быть общедоступно проект красивый второй вариант на первый вариант понятно но как бы он простой ну просто 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 выравниваем до насыпаем огромное количество песка грунта вот получаем плоскость но я узнал много нового значит оказывается у нас в городе очень сильно развита большая проблема с точки зрения главного санитарного врача это малярии там везде везде не поэтому она выступает исключительно за ликвидацию всех водоемов где плодятся валерийные комары вот вот чем суше тем лучше дальше проблема то что все стоки города которые с дорог ливневой канализации выходит напрямую в речку трака про мэрии то есть но на полном серьезе я вообще я бы я вот для меня это был в шок и шок и трепет с моей точки зрения конечно пугалка трехметровый аллигатор у нас такая да это самое мы в южных штатах по флориде да а еще семья каннибалов живет на самом деле мы пошли на улицу спросили какой из наших жителей граждан как они видят развитие этой территории то что это общественное обсуждение конечно поэтому даша тебе слово стоит ли эту территорию облагораживает то есть стоит ей заниматься и чтобы вы там например хотели бы видеть ну если территория пригодная например для строительства вообще если там можно строить если не проваливается земля то да можно было бы строить там такие сейчас заросли ночью отстроили монастырь так теперь надо благоустроить эту территорию вот скажите чтобы вы там хотели видеть что мне понравился проект мы смотрели эти дорожки красивые не знаю не думали об этом но проект я смотрела мне понравился как раз под горой где вот деревья все уже посохли а раньше я видела на очень старые книжки были фотографии там ведь вот где болото там тек и ручей который вода стекалась в садис понимаете а сейчас там почему-то уже он никуда не стекает эта вода и поэтому там деревья даже вот под горой все вот за церковью совать и вот это уже все погибли деревья нужно что-то там сделать тот район вообще не посещаю поэтому не могу ничего сказать знаете же территорию заливного луга как-нибудь от кустов от всякого сухостой конечно почистить бы стоило так место там прикольно ну чтобы хотел видеть я не могу сказать но что-то надо делать конечно там болото просто сейчас и чем дальше тем хуже будет но денег наверно будет стоить много я тут видел какие-то проекты но насколько они реально сложно сказать в общем давай другим новостям еще одно событие городская администрация внесла бюджет города в городскую думу но 2020 год значит мы начали его обсуждение и там как уже исторически у нас уже перешагнул за 4 миллиарда бюджета тут тоже значит за 4 миллиарда уже ушли 4 300 общая сумма бюджета на меня значит заботил другое событие то что нам директор департамент финансов докладывал они же когда бюджет формирует собирая статистику и в том числе от налогоплательщика и она так призналась что наше основное значит налогоплательщик дал прогноз об увеличении налога на доходы физических лиц на 20 процентов на 20 на 20 не на 2 на 20 в зале повисла такая лишь попал до пауза на самом деле это символизирует только одно что вырастут реальные зарплаты в нефе вот и раз идет прогноз на 20 процентов ключей на и скорее всего ну на 20 процентов зарплаты вырастут да я не знаю конечно как будет действительно но если уже сейчас закладывается прогноз по налогам вот дохода физических лиц а часть этого налога остается у нас городском бюджете значит что-то в этом есть еще одно событие которое там уже произошло на любовь анатольевна имеют на директор департамент финансов отчиталась в том числе о кассовом исполнении национальных проектов все тут национальные проекты за которые сейчас всех-всех-всех там жестким контролем да и так далее в итоге у нас по парку 50 процентов кассовое исполнение что такое кассовое исполнение же денег заплатили на 50 процентов до от положенной суммы из общей суммы это значит что реально фактически закрытых объемов работ наполовину по лыжной базе еще хуже там 20 процентов по чистой волге национальный проект чистая волга это что касается очистных деньги только получили поэтому еще ничего не исполнено все это 0 до и причем я так понимаю что до конца года тоже ничего не ну а цель какая-то нужна нужно их просто потратить по идее подразумевого года под до нового года шагу потратить и знаешь перечислить и ну вот федеральная честная на расчетный счет победителю конкурса перечислить вдруг там ну ребята ну просто подростки давайте мам сейчас все все убийстве разделяем а вы нам потом перечислить в последний момент лет такого не будет нет 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 или кричит вперед нас нас работа скорее все читаются авансами то чтобы деньги определят победителя с ним заключит договор выдадут авансы на всю сумму который положитесь получается отчитаешь из деньги вроде как отдали да то есть потратили все выполнили и объект который не вызвал там никаких проблем и идет с опережением графика в том числе по выполнению от школу номер одиннадцать то есть вот четыре объекта неожиданно за проекта ну там подрядчик взялся очень быстро сейчас нашли да все таки как-то школу номер одиннадцать не 10 а все одиннадцатый полу да у нас потому что тут есть проблемы до чтобы не из один школ до который до старый но это который на павлика морозова для как бы старая до строит новую на улице зорге тут такой нюанс мы чтобы обсуждали что губернатор всех сейчас за эти национальные проекты сделал ответственный у глав муниципалитетов пришло распоряжение о чем сан михалыч тихонов на мной сказал что нам теперь городской думе нужно принять решение то есть проголосовать и дать оценку городской администрации о выполнении национальных проектов и это очень удивлен как то есть губернатор сам не хочет давать им оценки или 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 ждет ребят вы сначала выправит проведите дайте оценку а потом я посмотрю ну там прям действительно один вопрос и нужно прям вот просто написать слова суши я пока проект решения не видел мне самому будет интересно как это будет вообще вот на бумаги да что называется выглядеть но мы запросили уже справку о фактическом исполнении вот на текущую дату значит нам администрации подготовить справку о том что было по плану да какой факт что конкретно сделано как как закрыт и почему если что-то на причине отклонения естественно обязательно то что ну в итоге куда нам деваться над решение будет принимать давай к интересным веселым всем этом все за политика политика и большой такой дайджест без политики уйдем от этого чтобы немного так я все я все сказал сейчас быть решетка я должен был да сын мой ты должен высказать что такая ситуация скажу все успокойся да все хорошо будет хорошо да и переходим просто к таким можно забавно в какой-то мере в новостям в японии туристам с ограниченным бюджетом предложили остановиться в дешевом гостиничном номере при условии что они дадут согласие на онлайн трансляцию происходящего внутри меня больше всего позабавил такой шоу за стеклом короче да вот то есть ты и стоимость его 76 рублей это ты на рубли уже перевела что 76 рублей 7 сутки сутки взрывая транслируют да ну на ю тубе на ю тубе ну там проживаешь и ну тоже не вот целый день там может куда-то там но с другой стороны если ты ничем не там таким не занимаешься но тут есть такие я тоже мне стал интересную что нагота сразу нет и youtube как бы естественно и трансляция ведется без звука есть можешь ходить ругаться то есть громко разговаривать мы продюсеры такой телепрограмм как дом 2 вот она будущее установить пожалуйста тоже свои программы без звука чтобы это вот 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 76 рублей всего в день пожалуйста и страна будет жить спокойно компании яндекс предложил устанавливать в автомобиле камеры нового образца они смогут следить за поведением у водителя и случае если не отвлечется если он отвлечется подадут звуковой сигнал при этом сотрудники дпс смогут дистанционно посмотреть что происходит в салоне автомобиля подожди во всех то есть это вот каждый автомобиль должен слушай вообще хорошая идея да да ставишь ты вот сколько камер да сколько автомобилей за каждым можно подглядеть вообще большой брат и полностью потрогать большой брат следит за тобой но как мы понимаем зонит это все-таки для яндекс такси до установки такси да все так и это гарантирует резон в городе есть как краснодарского края власти зачем-то превратили елки в пальмы в башкирии чиновники подарили велосипед ребенку с дцп а вот так в деревне спасские муж за по царанском отреставрировали мемориал погибшим воинам великой отечественной войны как сообщает канал лентач вместо того чтобы залить мемориал бетоном власти решили так сказать оживить атмосферу с помощью сайдинга и профлиста и это в преддверии 75-летия победы стыдно товарищи нет этот батюшка не нарушил пдд как сообщает канал мэш отец мануил совершил окропление самых опасных участков трассы санкт-петербург-мурманск святой водой теперь сотрудники гибдд рассчитывают на снижение аварийности и улучшение показателей в работе автоинспекторов жителям английской деревни на протяжении пяти лет кто-то подбрасывает пакеты с наличкой первый подобный случай произошел в 2014 году а всего их было уже 12 пакеты обычно оставляют на видном месте так чтобы их точно заметили в мешке всегда находится 2000 фунтов стерлингов в переводе на рубли примерно 160 тысяч полицейские до сих пор не выяснили кто и зачем это делает свершилось госдума официально приняла закон о запрете продажи смартфонов и ноутбуков без российского по он начнет действовать уже с 1 июля следующего года авторы считают что это якобы позволит уменьшить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний работающих в сфере информационных технологий обязательно для предустановки программы будут закреплены специально созданном реестре пойдет ли на это apple который сторонними приложениями принципиально не пользуется или придется теперь к бате лукашенко за айфонами мотаться на студии появился дмитрий орлов дмитрий спортсмен нового вида спорта технического вида спорта достаточно интересного связанного в том числе с таким техническим творчеством дмитрий привет и для начала тебе надо подсоединиться к нашему соседскому вай фай доставай свой телефон ну и просто найти нашу соседский вай фай и ввести простой пароль до связаны наверно так скажем наверно с рабочей профессии какой пароль за роль пароль за дрон то есть ты заставил меня пароль за дрон ладно подключить по я будет такой я на давно уже анонсировал твой приход к нам в студию и много много времени не удавалось нам так сказать организовать эту встречу начать хотелось бы вот техники то есть что из себя представляет спортивный будем говорить да спортивный дрон спортивный квадрокоптер на самом деле вот у меня есть здесь ряд моих дрончиков как мы называем но он ничем не отличается по конфигурации с обычными промышленными дронами отличие единственное от вот так сказать коммерческих дронов спортсменам очень нужно очень нужно так называемый отклик с камера то есть чем и чем меньше задержка тем соответственно на быстрее я среагирую на препятствия которые потому что скорости возникает до 200 километров в час если задержка то любая ну да все вот эти любые до китайские дроны они имеют цифровые камеры да и у них задержка но существенная то есть вплоть до секунды где же аналоговая камера стоит десятки миллисекунд в районе принципе хватает соответственно камера которая сигнал с камеры на видеопередатчик на очки давайте я достану покажу транслируется сигнал в очки который соответственно сигнал с камера я наблюдаю надеваю на голову очки и наблюдаю как вот за полетом дрона но это такой дрон он называется first person view fpv то есть на нем нет вот этой кинематографической камеры но я так понимаю все таки некоторые умеется снимают вот именно можно по красивой ряд же у меня тоже все это где то есть надо найти можно это такой поставить камеру ну то есть это такая что он список пишущие камеры писалка это писал про или еще подобные камеры и записывать хорошем качестве она просто ведет запись я так понимаю что у нее корпус вот это даже печатано 3d принтере защитный до защитный корпус вот этот вот синий пластик это вот судя по текстуре да и то что как он сделан это вот про сразу и бросается в глаза сделано 3d принтере ну да это сам сами на свою модель а соответственно печатаем вот мы возвращаемся к дону все это естественно покупное только составные части мотора отдельно то есть все даже припаиваться провода питания антенны все это собирается вручную появится настраивается с помощью определенного программного обеспечения тоже огромная проблема заставить его правильно лететь то есть помимо того что уметь пилотировать нужно еще немножко как бы базовое знание по программированию а ну еще соответственно пульт еще соответственно пульт до самого главного даже не силой мысли в управлять для самой главной ветру ратуру управления техниче себе все это ты на это я вот просто это покажу я не научный плане это цене мы слышим верно держась как будто голова робота как бы самолетный вертолет начинал с дроны поскольку только буквально входят в нашу наверно жизнь особенно в российские реалии на сам для дрона для пилота дрон рейсер самое главное это управление вот стиками так называемым да то есть вот этот ну и буквально два переключателя то есть мы не используем при этом ты все время находишься в очках то есть ты не видишь то как у тебя камера показывает я вижу во время полета да и на время полета там то есть перестарта можно конечно посмотреть визуально проверить чувствительность сильная вот она настраивается тоже уже под желание пилота это жесткие делает кто-то то есть они там пружинки стоят соответственно все это уже индивидуально каждый пилот настраивает под себя какими нужно было навыками до чтобы вот вообще заняться чтобы заняться только желание желание но если добиваться уже серьезных каких-то результатов то ну придется довольно таки много чего постичь так то есть это гоночная машинка ну да по сути значит разгоночные значит соревнования по-любому проходит тоже участвуешь разных соревнованиях вот расскажи подробнее было соревнования организованной компании ростех да в августе был первый такой серьезный масштабный проект ростех дрон фест так называемый то у нас к сожалению в россии как всегда доходят с опозданием все эти современные новинки спорта так далее там начинает киберспорт и так и другими экстремальными видами спорта то что европейцы америка ну в общем иностранцы уже давно проводят на серьезном уровне соревнований с призовым фондом к сожалению пока не очень большой вот как хотелось бы в россии в россии вот возвращаясь к дрон феста был миллион призовой фонд ну вот в лигах обычно где-то в районе 10 тысяч долларов на команду на командное первенство в лигах да там не один человек личный зачет там команды да и соответственно призовых там 10 тысяч подели на восемь команд ну получается там не очень много есть личные соревнования да опять же спонсоры которые коммерческие гонки проводят ну очень популярный очень развит это странах в виде корея китай просто так сложилось что корея они лидеры киберспортивных дисциплинах да как есть такая поговорка как бы ты быстро мышка не кликал найдет скорейц который сделать быстрее тебя это а все-таки это очень похоже конечно больше технический вид спорта но я свое время занимался очень тоже много киберспортом ты мне как бы вот с этой стороны ну схожие единственное конечно это 10 для компьютера спорта я компьютер мышку клаву здесь конечно бюджет в десятки если не в сотни раз больше вот для участия соревнованиях каждый спортсмен себе по-своему как-то но есть регламент технический регламент да как правило это расстояние между моторами диагональ так называемый класс на вот здесь вот 220 миллиметров ограничение по батарея в общем да что с трассы трассы но есть как бы стандартный формат фай это международная федерация есть модельного спорта в них есть определенные правила там в размеры ворот элементы какие-то ну и соответственно коммерческие гонки вот опять же если брать дрон дрон тех там были здоровые надувные ворота элементы дайва там торнадо так называемых трассы все кольцевые трассы проходятся помимо того что на время соответственно кто первый второй третий соревнования проходят следующим образом начале несколько тренировочных вылетов день время не засекается просто ты летишь смотришь трассы стараешься да как зайти пройти определенный элемент потом идет ряд квалификационных вылетов летаем и все как правило по четыре человека общий принято иногда по два когда если народу немного стартует одновременно да летят вчетвером и могут столкнуться но это одна из самых до 2 такие случаи постоянно при том что не только столкнуться можно даже просто вот там когда ты взлетаешь на ступочки такие да если ты допустим раньше взлетел потоком исходящего воздуха который вниз тебя до сбиваешь человека который там чуть задержался даже все-таки масса ну где-то вроде 500 500 грамм и бывает достаточно такие случаи бывали ну вот квалификация проходит ты на лучший круг как квалификация формула-1 а дальше ранжирует пилотов по лучшие с худшим как правило несколько групп делается и там уже летает на выбивание сколько у нас вообще люди увлекаются этим вопросом в городе да и может быть имеет смысл вообще сейчас поговорить о том что надо и поддерживать и развивать это направление у пилотов довольно таки много спортсменов нет пилотов именно я кто владеет вода коптер так скажем не то что спортивными дронами до самодельными так сказать да то есть как бы сами собираются сами делают сами настраивают пилоты есть спортсменов к сожалению нет как кроме меня нет никого никто не но тут самая главная проблема это очень дорогое хобби сколько вот стоит вот комплект будем говорить базовый до чтобы вот ну хоть как-то войти в эту индустрию ну войти в хобби если так действительно войти брать не дешево бежен машин машину тоже можно разные купить да принципе я бы дешевле 100 тысяч наверное низ не стал бы никому рекомендовать это просто войти опять же мои составные части все вся эта приблуда еще дороже стоит расходники очень многие вещи дорогие раз как расходный материал взять то пропеллеры аккумуляторы да и техника сама когда ты вырезаешься но все разламывается все горит дымит то есть даже горит ну вот в ростехе в ростехе тому француза вам просто сгорел дотла там бежал человек тушил его поэтому код спорт он дороговато поэтому молодей кто просто полетать принципе наверно тысяч в двадцать можно собрать дрон купить дешевый шлем не очки а шлем и полетать для своего удовольствия научиться по кроме ну тысяч двадцать и второе то что постоянно развивается моторы сегодня одни завтра другие быстрее круче лучше здесь все расходник здесь нету вот нету элементы которые бы короба я бы не слону кроме аппаратуру и то понятно который вроде в руках и это раз там на соревнованиях можно еще со зла как куда-нибудь по пустим поэтому но люди есть старые кто занимается вот фристайлом просто летают но вообще как успехи вот у тебя лично топ-8 вот на дрон в отборочных дрон тех а в русских пилот я был восьмым то есть это восьмой показатель в россии в россии да много на самом деле видео есть одно видео это по финального заезда как раз победителя ну вот меньше он да ну это топовый кореец вот выиграл первое место занял но действительно круто 16 лет 16 лет да но он занимается с пяти лет 3d пилотированием вертушек лет или да но это кореецем ченки ну вот мин ченкин это сейчас кончил и мы его зовут русским пилоты конечно кончено но он робота реально робот минчан минчан кимчан и друзья это был соседский вай фай с нами в студии был дмитрий орлов пилот дрона спортсмен развивающийся достаточно динамичные виды спорта александр самофал и я пётр смирнов поэтому до встречи через неделю оставайтесь с нами и под конец видео минчана с выступления на чемпионате мира о о о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok